То есть инклуберации такие? Да, с перспективой. Большое расстояние. По стендам уральских девелоперов экскурсию для первого замминистра строительства ЖКХ России Александра Ломакина проводит лично глава региона Евгений Куйвышев. Мы в Киеве сначала РЗТ строили. Мы уже приезжали. Да, да, да. Мы были на нашей площадке. У нас сначала РЗТ было. Так, там еще... Интересно. Здесь тоже самое? Здесь уже КРТ. В этом году экспозиция занимает 40 тысяч квадратных метров. Лучшие разработки в сфере строительства представляют компании из 38 регионов России и пяти стран мира. Ирана, ОАЭ, Турции, Китая и Италии. По словам губернаторов, в этом году Свердловская область планирует поставить очередной рекорд по воду жилья. Ставим планку больше 3 миллионов 200 тысяч вести. Это будет рекорд очередной. И в заделе у нас находится еще 6 миллионов квадратных метров. И, безусловно, мы строительные отрасли очень чувствуют. А всего за несколько часов до встречи с губернатором Александр Ломакин посетил дворец водных видов спорта. Сейчас это самый большой современный водный комплекс в стране. Сейчас соревнования идут на короткой воде. Видите, этот борт передвижной. Он сертифицирован Международной Федерацией водных видов спорта. Особо впечатлил замглаву российского Минстроя ЖКХ кампус мирового уровня в Новокольцовском. В ноябре 25-го года, по словам генподрядчика, тут завершат строительство сразу трех учебных корпусов. Обязательно на этаже и комнаты для занятий есть, и каворкинги есть, и постирочные есть. Есть еще есть. То есть полностью все инфраструктуру ребята обеспечены. По всей стране сегодня запущена программа строительства кампусов. Причем кампусы как для объектов высшего образования, институты, университеты. Также по стране запущена программа строительства школ. И кампус, в котором я сегодня был, он является таким хорошим примером, на который надо равняться. И многие проекты действительно по аналогу делаются и строятся. А финальной точкой рабочего визита Александра Ломакина стало участие в пленарном заседании строительства будущего. В этом зале собрались истинные профессионалы своего дела, которые уже сегодня создают будущее строительной отрасли. У каждого из нас свой угол зрения на перспективы этого важнейшего для экономики сегмента. В формате диалога застройщики и органы власти затронули темы трансформации жилых пространств, развития малых городов и тенденции в сфере инфраструктурного строительства. Планируется, что выставку «100 плюс технобилд» посетят 40 тысяч человек. Она продлится до 4 октября включительно.